Здравствуйте, коллеги. Да, добрый вечер. Если все готовы, то главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Москва Михаил Калантьонов. Задавайте ваши вопросы, перед этим представляйтесь, пожалуйста, и вызывайте ваше издание. Да, Саша. Александр Рогуев, Матч ТВ. Михаил Каланович, ну, наверное, очевидный вопрос. Не обидно ли, что на фоне достаточно яркой игры обеих команд все, наверное, будут обсуждать только судейство на фоне этой игры? Ну, сложно сказать, надо пересмотреть эпизоды. Тут в большей степени, на наш взгляд, такой переломный момент, наверное, в первом тайме, когда был фол, да, и когда был вопрос, пенальти, не пенальти. Вот в этом плане. Поэтому, что касается трактовки, ну, тут опять все, что мы смотрели, опять же, со стороны тренерского штаба на скамейке, были, наверное, моменты, на наш взгляд, с фолом, да, но судьи трактовали иначе. Спасибо, еще вопросы. Да, пожалуйста. Сободаш Владимирович, Московская правда. Добрый вечер. Скажите, насколько, если я правильно помню правила, футбол играет 11 человек. Почему у вас на поле было трое? Баринов, Миранчук и Лантратов. Спасибо. Я думаю, что в количественном плане вы немножко ошиблись. А что касается определения индивидуальности, ну, это индивидуальное, субъективное мнение каждого игрока. Другой специалист, скажем вам, что был 11, другой 10, третий 5. Поэтому нам здесь, я думаю, что спорить бессмысленно. Индивидуальную оценку мы дадим игрокам в частных беседах. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Еще раз Сергей Вильчинский и медиагруппа «Звезда». Михаил Михайлович, Карпукаса на Куликова заменили. Атаку хотели подвинуть ближе к воротам Спартака? То есть, чтобы в двух словах об этом интересно. Ну, мы видели, что игра развивается таким образом, что пошел более вертикальный футбол, где нам необходимы были подборы и более свежий игрок, который выйдет в эту позицию, он даст больше объем с этой точки зрения. И если мы на мяче, продвижение мяча вперед, он усилит. В принципе, у него были неплохие эпизоды. Нам показалось, что Карпукас подсел немножко, подустал, поле было висковато. Он большой объем работы проделал, поэтому такая замена произошла. Сергея Пеняева убрали тоже из-за того, что он уже выработал свой ресурс на сегодняшний матч? Ну, немножко спала мобильный, спала острота, поэтому мы хотели выпустить второго нападающего, Игнатьева, да, который добавил скорости. И видоизменили немножко схему, чтобы два чистых нападающих передвинули Миранчука на фланг. Я понял, может быть, последний мой вопрос на сегодня. Может быть, не согласитесь. Команда создала достаточно моментов, но почему, когда уже есть возможность для удара, люди продолжают улучшать момент. Все-таки, мне кажется, вот как раз второй гол Миранчука говорит о том, что вот человек получил, ударил, забил. Нам в этом компоненте надо поработать, потому что ответственность, брат, инициативу на себя необходима. От этого будет зависеть, естественно, и голевые эпизоды каждого игрока. Если такие моменты есть, надо брать на себя инициативу и проявлять себя. Мы в этом игроков только поддерживаем. Спасибо. Артем Калинин. Продолжение спорт-экспресс. Михаил Павлович. Подожди, подожди. Чуть-чуть. Локомотив по двум матчам абсолютно не производит команды, которые внизу таблицы борются за выживание. У вас есть понимание, вы уже проработали сколько месяцев с командой, почему Локомотив оказался в столь плачевной ситуации к возобновлению сезона? Я думаю, что нам сейчас не стоит анализировать вслух эти причины, потому что мы свой анализ провели, мы определенную работу на сборах проделали и мы двигаемся дальше, потому что нам совершенно не хочется обсуждать и ту работу, которая была до этого проделана, и коллег наших. Поэтому мы отвечаем за себя, за свою работу и нам необходимо двигаться дальше. Кубковая история не заканчивается. То есть команда продолжит свою борьбу за титул, пускай по нижней сетке, это не важно, но сейчас все силы необходимо бросить на уже ближайшую игру в Ростове. Очень важный матч им предстоит. Спасибо. Еще вопросы? Михаил, добрый вечер. У меня вопрос. Вот Дзюба играет второй матч полный. А когда мы увидим локомотив, скажем, в другом варианте, без Дзюбы, чтобы… у вас нет желания посмотреть какой-то другой вариант, может быть он будет более эффективный и Дзюбу выпускать уже, скажем так, на замену, и у него будет больше сил, и он уже будет, так сказать, подносить больше пользу. Вы знаете, смотрите, то ли иной переход игрока, он свидетельствует о том, что необходимо, во-первых, определенное усиление в определенную позицию, и для того, чтобы это было шаг вперед. Мы два сбора играли в различных сочетаниях, и определенные моменты нам что-то нас устраивало, что-то не устраивало. С приходом Артема у нас появилась вариативность, он добавил нам самое главное качество, и, естественно, это харизматичный футбол игрок, который делает свою работу на поле. Очень много делает полезного для команды, за счет него партнеры проводят очень много эпизодов, и я думаю, что это взаимодействие еще улучшится, на наш взгляд. Все, что касается… Есть конкуренция в этой позиции, Дзюба Игнатьев, да, то есть, так же, как и на других позициях у других игроков, поэтому мы в этом плане абсолютно спокойны, кто будет сильнее, тот будет играть. Еще один вопрос. Вам не кажется, что все-таки он давит авторитетом на Глушенкова и Пеняева, и они только, скажем так, как ищут его, и, в общем, мало идет креатива от них. Да, абсолютно. Об этом не то, что даже не задумываемся, потому что поощряем эти действия, да, и их индивидуальность, их индивидуальные действия, поэтому вопрос другой, что ребята только недавно пришли в коллектив, в любом случае идет адаптация, адаптация к новым требованиям и тренерского штаба, и к требованиям и взаимодействиям с партнерами, потому что для них это новый коллектив. За две-три недели в любом случае. Понятно, что надо совместить и встраивание новичков, и коллективную игру взаимодействия, и, естественно, результат. Естественно, это все сложно, но мы над этим работаем, и мы, конечно, надеемся, что в ближайших играх увидим это. Антон. Михаил Михайлович, добрый вечер. Антон Буялов, Мире спорта. Вопрос такой. Сегодня при определенных раскладах игра могла продолжиться серией пенальти. Как вы думаете, если бы дошло до пенальти, выиграла бы ваша команда сегодня? Очень сложный вопрос, и уже результат есть. Говорить о том, что было бы, ну, зачем нам фантазировать? Ну, вот именно, да, это к вопросу Илья Лантратова, да, об его игре, все-таки он сегодня, все-таки он сегодня, да, два пенальти взял, еще и в Химках пенальти дрожал не раз. Ну, пробили бы пять, значит, шесть пенальти, семь, восемь, чтобы пропустил. Понял, спасибо. Спасибо, коллеги.